Кинофестиваль «Окно в Европу». Показы игрового, документального, анимационного кино, а также ленты, представляющие ко-продукцию, шли всю неделю. В афише было представлено около ста картин, и каждая обрела своего зрителя. Имена лауреатов объявили по традиции в Выборгском замке. Победителем конкурса игрового кино стал фильм Арсения Гончукова «Сын». Эта кинопритча о непростых взаимоотношениях родителей и детей. Лучшей документальной лентой признана картина «Кровь» Алины Рудницкой. Среди анимационных картин в лидеры вышел фильм «Мужчина встречает женщину» Дмитрия Геллера. Вручены на фестивале и три специальных приза. Это ленты «На дне» Владимира Котта, «Пациенты» Эллы Амельченко и «Мама дорогая» Ярослава Чеважевского. Последнему по Выборгскому счету досталась и «Большая золотая ладья». Вишневый сад вполне мог бы стать одним из символов российской театральной сцены. Эта знаменитая пьеса была написана Чеховым в августе 1903 года. Эту очень русскую по духу постановку оценили не только в России. Историей постановок пьесы посвящена выставка в музее имени Бахрушина. На месяц его превратили в барскую усадьбу. Репортаж Маргариты Масленниковой. Весь вишневый сад Чехова в четырех залах Бахрушинского музея. Такова концепция выставки. Сначала мы попадаем в цветущий вишневый сад Раневской. Здесь атмосфера продумана до мелочей. Под ногами, например, шелестят засохшие листья и лепестки цветов вишни. Так увидела чеховскую пьесу художник Василина Овчинникова. Первый зал с цветущим садом по периметру построен на контрастах. В центре комнаты мнималистичный макет вишневого сада художника Давида Боровского. Его постановка в Амхате в 2004-м сильно отличалась от того, что было до этого. Как к пьесам Шекспира в разные годы, в разные времена пытаются обращаться все новые, новые режиссеры, новые, новые поколения. Так и нещерпаемая глубина темы вишневого сада. И вот разворачивается действие. И это действие отражает все вот эти фотографии, макеты к спектаклям, эскизы костюмов и декораций. В радостной полной света и тепла гостиной Раневской, подносы с вишнями, вазы с цветами. На стенах эскизы к пьесе художников Левенталика, Чаргина, Симова. В следующем зале около ста фотографий разных постановок, в том числе Эфроса, Рахельгалза, Розовского. Есть и снимки актеров самого первого вишневого сада 1904 года. Сцены и спектакли 1975 года в роли Лопахина Владимир Высоцкий. Не ставил задачи именно образовательной, чтобы ты пришел и получил знания, что вот первая, вторая, третья, десятая постановки и такие художники, такие режиссеры. Хотелось отойти от именно какой-то такой академичности, где у нас есть точный расчет, когда, какая постановка была сделана, то есть провести такую историю. Хотелось больше все-таки вызвать у посетителя эмоцию. И вот завершение выставки. Опустевшая гостиная, голые стены, на полу вместо листьев разбросаны щепки. Ни сада, ни дома. И только цифры на стене, цена поместья и его аренды доходят людей разных сословий конца 19 века. И все это пересчитано на деньги нашего времени. Чтобы понять, получила ли Раневская достойную цену за свое имение. И вообще, стоила ли игра свеч? Маргарита Масленникова, Дмитрий Яковлев, Новости культуры. Одним из первых. Новый театральный сезон открывает театр Аперетты. В афише появятся как новые постановки, так и новые имена. В этом году в коллектив были приняты 8 молодых актеров. Все они выпускники отделения артистов музыкального театра в театральном училище имени Щукина. Сегодня артисты-труппы встретились впервые после отпуска, чтобы узнать о планах на новый 88-й сезон. Пока большинство московских театров закрыто, Аперетта готовится к встрече со зрителем. Сбор труппы напоминает встречи друзей. Артистам есть что рассказать, обсудить, порадоваться. Столько впечатлений и изменений эмоций за два месяца. Прошлый сезон для театра был ударным. Две премьеры. Бал с Совой и Гран-Кан-Кан. Возвращение Монте-Кристо. На фестивале в Корее граф Орлов взял многочисленные награды. Хотя в Москве эксперты «Золотой маски» проигнорировали мюзикл. Обиженная Аперетта заявила, что больше не будет представлять свои проекты на театральную премию. Если нас не номинируют, в той ситуации, когда невозможно не номинировать. Потому что я считаю, что «Граф Орлов» это событийный спектакль. Это признают все, это все прекрасно понимают, не только в России. А даже иностранные специалисты, которые приезжают, они говорят, что это событие. Но даже не номинировать его могли только малопрофессиональные люди или люди, которые лоббируют какие-то другие интересы. В новом сезоне заявлены две премьеры. Спектакль, условно названный пока «Вольный ветер» на музыку Данаевского, поставит Жанна Жердер. В афише появится Джейн Эйр Шарлотты Бранте. Викторианская эпоха, воплощенная успешно в кино, обретет теперь музыкальную и танцевальную жизнь. Благодаря музыке Кима Брейтбурга и режиссеру Алини Чевик. Взаимоотношения людей, они вечные. В Викторианской ли Англии, сегодня в современной Москве, мне кажется, что вот... Всегда мы стараемся показать, что эти чувства, они всегда живы, они всегда будут современны и нам понятны и важны. Проект запускает команда, поставившая Монте-Кристо и «Графа Орлова». Обошлись без чужаков своими силами. Роли распределили по результатам кастинга. Артисты-опереты перестроились, чтобы овладеть новым стилем пения. В оперете мы поем академическим звуком, академический вокал ставится во главу угла. В мюзикле это все несколько более эстрадно. Спектакль в черновую сложили в конце прошлого сезона. Сейчас постановщики вышли на финишную прямую. У них три недели до премьеры, чтобы сложить этот музыкальный пазл. В целом материал собран. То есть если сейчас мы какие-то пазлы переставим местами, то в целом спектакль создан. То есть мы пока еще не одевали костюмы, мы пока еще не одевали декорации. То есть это новый этап обживания, то есть как бы рождение. Чтобы поднять уровень вокального исполнения, в театре появится новая должность – директор вокальной лаборатории. В течение сезона возобновят изрядно постаревших летучую мышь Штрауса и фиалку Манмартер Кальмана. А пока певцы и артисты балета репетируют Джейн Эйр. Премьера 12 сентября. Елена Ворошилова, Сергей Скоридов. Новости культуры. Культурный шок в Гатчинском музее. От вандалов пострадала одна из скульптур. Причем злоумышленники действовали весьма оригинально. Сатиру, играющему на флейте, они сделали педикюр. В прямом смысле слова. Каждый ноготь на ногах статуи аккуратно покрыли ярко-малиновым лаком. Косметические процедуры, как подозревают сотрудники музея, прошли на выходных. И найти вандалов вряд ли удастся. Сами статуи установили только в мае. Это копии тех, что украшали голландские сады до Великой Отечественной войны. Теперь в музее гадают, во сколько обойдется новая реставрация. Просто так смыть лак нельзя. В таком гламурном виде сатир теперь простоит до конца августа. Если мы начнем смывать ацетоном, как обычно мы удаляем лак с ногтей, смывается защитный слой, которым покрыт искусственный мрамор. И это все проникает вглубь. То есть получается только механическая чистка, которая может быть. Но и то она все равно это какой-то, хоть микроскопический слой мрамора, но все равно он зацепит. Раньше начало учебного года открыла свои двери школа современной пьесы. Сегодня в этом театре состоялся традиционный сбор труппы. Минувший сезон выдался на редкость богат на стрессы и катаклизмы. Смена директоров, пожар, переезд в новое здание, ремонт. И сейчас закаленный в этих испытаниях коллектив ставит перед собой только высокие цели. На 26-й сбор труппы артисты школы современной пьесы впервые приходят не в родное здание на Неглинке, пострадавшей от пожара в прошлом году, а на Тишинку, в здание временное. За лето зрительный зал привели в желаемое состояние, заменили планшет сцены. Кроме того, в новый сезон впервые, как подчеркнул худрук, вступают без долгов. А традиционно с большими планами и четкими приоритетами. Мы следим за тем, чтобы у нас был максимально высокий процент посещаемости. Это главный приоритет. Следующее, это, конечно, количество новых премьер. Поскольку наш театр это только мировые премьеры, мы не можем позволить себе взять пьесу, которая где-либо идет, и трактовать ее. Мы должны быть самыми первыми. Следующий показатель работы театра, это, конечно же, гастроли. У нас сейчас очень большое количество приглашений на гастроли. Гастроли предстоят от Воронежа до Израиля. Премьеры по Гришковцу, Курочкину, Полине Бородиной. В новом сезоне театр снова обратится к жанру оперы и балет для драматических артистов. Вадим Жук и Максим Дунеевский делают музыкальную версию гоголевской шинели. Главная роль у Альберта Филозова, который так долго мечтал играть классику. Я ничего не играл практически. Ничего. Потому что я в этом театре 25 лет, и классики ни Шекспира, ни Островского никогда не играл. Мне очень жалко. Поэтому мне очень приятно. Я возлагаю большие надежды на эту работу. Актер и режиссер Александр Галебин не только уже начал репетировать в первой премьере сезона остросовременной психологической пьесе Евгения Гришковца «Уикенд», но и набрал собственный курс. Для него это второй опыт. Волнуется и воодушевлен. Работать обещает в соответствии с методиками Анатолия Васильева, у которого когда-то учился сам. Для меня это было неожиданное предложение. Такое предложение, от которых просто не отказываются. Это идея Иосифа Леонидовича, которая поддержала кафедра ГИТИСа. Это актерско-режиссерский курс, который будет существовать при театре школы современной пьесы, но, естественно, с высшим образованием ГИТИСа. У меня педагогом на курсе, я тоже должен это сказать, Игорь Яцко, с которым мы вместе прошли 4 года у Анатолия Васильева. И мне кажется, мы составили интересный план на, во всяком случае, такой первый год. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет происходить дальше. Под занавес сбора трупов все вместе отправились сажать яблоневый сад. Рехель Гаусс обещает, что некоторые уже в следующем году подарят вкусные плоды, а заодно и природный реквизит. Актеры верят, однако для надежности колдуют по-своему. Все, теперь с ней надо поговорить. Яблонька, расти. Вот видишь, много растущих пошел. Видишь, вон много растущих пошел. Валерия Кудравцева, Александр Капустянский. Новости культуры. Сегодня битва Российской империи. Выставка, которая открывается сегодня в Государственном историческом музее, должна стать одним из ключевых событий, приуроченных к столетию начала Первой мировой войны. Подготовка экспозиции потребовала немалых трудов, ведь в советские времена отечественные музеи практически не комплектовали. Специальные фонды, посвященные империалистической войне. К участию в проекте пригласили крупные государственные собрания Франции, Великобритании, Германии, а также частных коллекционеров. Одной из первых результат оценила Юлия Козякова. Экспозицию, которой в историческом музее готовились более двух лет, можно изучать часами, но все равно появляются все новые и новые вопросы. Как могло случиться так, что после этой войны исчезли четыре мировые империи, сформировались тоталитарные режимы, и отдельная жизнь перестала быть ценностью. Войну, перевернувшую историю, вначале всерьез не воспринимали. В обществе ожидали быстрых побед. И даже предметы той войны начали собирать одновременно с боями на фронтах, чтобы потомки гордились доблестью дедов. Специальную трофейную комиссию при канцелярии императора обязали написать портреты всех героев войны, от солдат до генералов. На передовую отправили художников, выпускников батального класса Академии художеств. Всех не описали, потому что дальнейшие события не способствовали этому. Потому что уже даже революционные события февраля, они уже серьезно осложнили работу комиссии. А потом, чем дальше, тем хуже. Война неожиданно приобретала затяжной характер. Перед тяжелым сражением 14 сентября 2014 года в лесах под городом Августов, что тогда был частью Российской империи, а теперь восточной Польши, русским солдатом является образ Богородицы, которая указывает путь на Запад. Появилась икона, которая была написана иждивением жен бойцов, которые были свидетелями этого чуда. Вскоре после этих событий начинается печать листовок с изображением августовского явления. Листовок, открыток, иконок небольших. Причем, с одной стороны, это поддержал император Николай II, с другой стороны, эта печать делалась в Марфо-Марийской обители под покровительством Елизаветы Федоровны. Отношение к символам и победам Первой мировой в России меняется стремительно и непредсказуемо. Прямо в ходе войны, после февральской революции, видоизменяются награды. К примеру, корону Российской империи на знаке Белого орла заменяют бантиком. Еще при Российской империи в конце 16-го было принято решение об изменении металла, из которого они изготавливаются, потому что золота не хватало, и серебра в том числе, и поэтому их стали изготавливать из недрагоценных металлов. События и героев этой войны тщательно вымарывали, уничтожая документы, памятники, имена, названные в советских учебниках империалистической и захватнической, и преподносимая лишь как предтеча революции, Первая мировая, так и остается непознанной для большинства россиян. Эту выставку старались сделать объективной и человечной, рассказать о героизме и предательстве, постараться передать дух времени, много хроники, мультимедийных программ и проекций, чтобы уникальные артефакты работали в нужном контексте, и события столетней давности стали для нас чуть ближе. Юлия Козюкова, Владимир Степанов, Новости культуры. Последняя битва Российской империи. Выставка в Государственном историческом музее должна стать одним из ключевых событий, приуроченных к столетию начала Первой мировой войны. К участию в этом международном проекте пригласили крупные государственные собрания Франции, Великобритании, Германии, а также частных коллекционеров. Все экспонаты свидетели тех страшных событий. Эта противоштурмовая пушка под номером 378 прошла всю Первую мировую войну. Всего таких пушек насчитывалось 407 единиц. Но до 21 века дошла только одна. Насколько масштабной была эта война, можно судить по макету подводной лодки класса Е из Лондона. Она считается одной из лучших в Королевском флоте Великобритании того времени. В экспозиции не только оружие и военная техника, но и произведения искусства. Эти портреты создавала бригада фронтовых художников. Военных фотографировали прямо во время боевых действий, а затем снимки отправляли в Петербург. И уже там художники переносили изображения на холст. Уникальным экспонатом сотрудники исторического музея называют «ВИНТ» от военного самолета образца 2016 года. Он был приобретен на аукционе и в музей попал перед открытием выставки. На клейме видна аббревиатура «НЕЖ» в честь русского механика Николая Егоровича Жуковского. Цель выставки – восстановить историческую память о войне, которая долгие годы была в нашей стране забыта. Возможно, этот проект станет толчком для создания музея Первой мировой войны. Театр имени Покровского свой новый 43-й сезон открывает опера Вибера Малера «Трипинто». Этот же спектакль через месяц увидят на международном фестивале в австрийском городе Линц. На время гастролей сцену театра отдадут студентам. То, что на сцене театров будут дипломные спектакли моего курса ГИТИСа, это тоже знаковое событие, потому что впервые они выйдут, студенты, с тремя новыми спектаклями на сцену перед публикой камерного театра. Для них это, конечно, очень важно. На традиционном сборе труппы обсудили сезон прошлый и планы на предстоящие. 15 октября театр широко отметит 40-летие легендарной постановки оперы Дмитрия Шостаковича «Нос». Всего в новом сезоне ожидается три премьеры. «Леонора» — единственная опера Бетховена, затем «Мелкий бес» Александра Журбина и «Титий безупречный» современного российского композитора Александра Манацкого. Мы хотим привлекать зрителей именно на российских композиторов, на современных композиторов. С их интересными, новыми подходами и музыкальными. Потому что все эти две оперы были написаны специально для театра, на состав оркестра театра и под наших вокалистов. Последняя битва Российской империи. Выставка в историческом музее является одним из ключевых событий к 100-летию начала Первой мировой. Подготовка экспозиции потребовала немалых усилий, ведь в советское время не комплектовались фонды, посвященные войне империалистической. К участию в проекте пригласили крупные собрания Франции, Великобритании, Германии, а также частных коллекционеров. Репортаж Яна Мирой. Вполне можно сказать, весь современный мир — это последствия Первой мировой. Те проблемы, которые 100 лет назад подтолкнули страны к глобальной войне, во многом не разрешены до сих пор. Европейские границы, культурные конфликты, экономические интересы. Чтобы глубоко понять, что происходит в Европе сегодня, необходимо осознать, что такое Первая мировая война. Роль России в Первой мировой — сложный вопрос. Спорят до сих пор. Имелись ли достаточные причины для вступления в войну? Были ли у страны ресурсы? Верно ли власть оценивала ситуацию? Итоги Первой мировой войны для России были особенно трагическими. Огромные человеческие потери, крушение монархии, а затем и революция, и кровопролитная гражданская война. Эти события вытеснили память о Первой мировой войне из сознания современников и особенно их потомков. Изучение Первой мировой в советский период было практически под запретом. Музейные коллекции просто не собирались, исследований почти не вели. В результате огромное количество белых пятен. Но на многие спорные вопросы эта выставка отвечает однозначно. Представлены копии совершенно реальных документов, предоставленных нам архивом политической истории ФРВ, где чётко совершенно существуют слова о том, что операция по транспортировке Владимира Ильича Олеговна прошла успешно, и он начал работать именно в том направлении, в котором нам нужно. Для большевиков революция была целью, для Германии средством. Так началась другая эпоха, современная история. Война – отправная точка для новой морали, нового искусства, нового мировоззрения. Меняются основы экономики. Из обращения начинают уходить. В 2014 году уже исчезают золотые монеты, в 2015 году их обращения практически не попадаются. Потом уже из обращения исчезает серебро, их как бы ещё чеканит серебряная монета, но народ уже по кубышкам начинает прятать. Ещё одно потрясение – химическая война. Страшный символ Первой мировой – противогаз. Были даже средства защиты для лошадей. Впервые было применено химическое оружие, оружие массового поражения. Но поскольку было применено химическое оружие, например, на Ипре немцы впервые применили её в таком массовом порядке. Вот и погибло от этой одной атаки 50 человек. На выставке материалы из очень многих музеев, архивов. Экспонаты предоставили все страны, участвовавшие в войне. Это модель подлодки, которая использовалась и на Западном, и на Восточном фронте. В 1914 году Британия была мощной морской силой, боевые корабли и субмарины. Эта экспозиция демонстрирует, как работал Альянс. Британия контролировала моря, пресекала помощь Германии с моря, обеспечивала безопасность союзников. Это позволяло России эффективнее действовать на суше. Война, с которой начался, противоречивый и трагический 20 век. Её уроки могут уберечь мир от страшных ошибок в 21 веке. Эта забытая война, наконец, и для России становится великой войной. Яна Мирой, Сергей Харламов, Новости культуры. Готовится к юбилею. 25-й сезон театр встретят на Новом Арбате, но уже в середине следующего года распахнёт дверь исторического здания на Большой Никитской. Сейчас все силы отданы главной премьере. Оперетье Жака Афенбаха «Прекрасная Елена». Написанная полтора века назад, она завоевала многие музыкальные сцены мира. В Москве шла в театре Станиславского Ленинровича Данченко. И вот теперь зрители увидят версию геликоновцев. Худрук Дмитрий Бертман уверен, репертуар надо наполнять лёгкими, светлыми спектаклями. После долгого перерыва возобновятся показы оперы Чайковского «Мазепа». Ждёт публику и новая версия оперы Шостаковича «Леди Магбет» «Мценского уезда». Это наш легендарный спектакль, который игрался по всему миру. И в России он отмечен несколькими золотыми масками. И является такой визитной карточкой нашего театра. С нашими солистами выйдут на сцену оркестр театра «Болония». И хор перемешается. Наши артисты хора и театр «Болония». И мы будем играть семь представлений этого спектакля на сцене этого прославленного театра. Большой премьерой открывает сегодня театр «Эрмитаж» юбилейный 55-й сезон. «Лир Король». Свой вариант знаменитой шекспировской трагедии предложил художественный руководитель театра Михаил Левитин. На главную роль он позвал ведущего актера «Маяковки» Народного артиста России Михаила Филипова. Но этот режиссерский ход легко поддается логике и объяснению. В отличие от других, которых в спектакле будет немало. Репортаж Ирины Разумовской. Специально к этой премьере пошили вот такие стильные желтые майки с надписью «Смерти нет». Оригинально и пространство от Сергея Бархина. Эти цветастые мягкие стены должны ассоциироваться с домашней, старой, поношенной кофтой короля Лира. Михаил Левитин из тех режиссеров, кто сразу подчеркивает и гордится тем, что он клоун. «Мне нравится, что мои актеры не боятся быть дураками», — заявляет он. «Его шекспир — это кубик-рубик, игрушка-головоломка. Как ни крути, а чистый король Лир никак не выходит». Здесь звучит блатная речь и дерутся на нунчаках. Инверсия на сцене породила инверсию и в названии спектакля. «Лир-король» — это как будто Корделия произнесла, и в этом есть балованное что-то такое детское. «Лир-король», «Лир-король» — как будто дразнят. «Король Лира» — солидно. Это монументально, величественно. Эта трагедия получилась такой мультяшной, потому что увидена глазами ребёнка. Третьей дочери короля Лира Корделия и по замыслу Михаила Левитина чуть больше десяти. «Секрет постановки вообще, то, какая младшая из дочерей, это должны увидеть зрители, оценить, согласиться или не согласиться. Потому что, наверное, это что-то новое в этой постановке». «Возьми её, предавая себе свою правдивость солнцем, светозарным, благотворящим землю и луной!» Для Вали Ляпиной это первая роль на сцене. Девочка много снималась в кино. Жаль, что на спектакле зрителю недоступен крупный план. У юной актрисы большие лучистые глаза, идеально подходящие для её героини. «Мне очень Корделия нравится тем, что она всегда искренняя и добрая». «Верить стоит только детям и детству» – это девиз режиссёра. Поэтому настоящую любовь здесь показывает девочка. Остальное – мишура. Об этом спектакль, так похожий на новогоднюю ёлку. «Вмещает Шекспир и абриутов, о которых он не имел никакого представления, и высокую поэзию какую-то иную, пушкинскую, вмещает психологический театр, вмещает буфонаду, вмещает анекдот. Всё вмещает Шекспир». Со сцены не расцитирует Толстого. Лев Николаевич писал о Шекспире как о патетичном, пошлом и нелогичном драматурге. Этими отступлениями режиссёр спектакля тоже провоцирует зрителя, которому, кстати, и решать, может, как раз не Шекспир вмещает всё, а Михаил Левитин. Ирина Разумовская, Валерий Жиглей, Новости культуры. Хоробой спектакль театра «Новая опера. Чёрная» среди претендентов на национальную театральную премию. Его уже посмотрели эксперты «Золотой маски». Сделан он специально для камерного хора театра и задумывался как некий эксперимент. Режиссёр Алексей Вейра ставил исключительно прагматические цели – раскрепостить артистов, научить их более свободно двигаться на сцене под ритмы «Спиричуэлз». Он даже предположить не мог, что его постановка получит такой резонанс. «Спиричуэлз» теперь для артистов «Новой оперы» как родная классика. С любого места, в любой тональности не просто споют, покажут и расскажут, как надо. Когда поёшь такую ритмичную музыку, само собой хочется, чтобы, ну, не эстетично себя вести хочется. Задумывался проект «Чёрная» как лаборатория для внутреннего пользования. Задача максимум – раскрепостить артистов, научить свободе на сцене. На выходе получили спектакль, которым заинтересовались эксперты «Золотой маски». Мы использовали тренинги на раскрепощение, мы использовали тренинги по работе с голосом и телом, в соединении движения тела и движения через голос. Артисты не ожидали, что песни и гимны афроамериканцев для кого-то откроют новые возможности, а кто-то испугается и уйдёт из проекта. Слишком хлопотно, эмоционально и даже физически затратно петь такую музыку. Здесь нужно быть самим собой, нужно себя отпустить и проживать в жизни. Работают в незрительном зале и театральном фойе. Забыли про обувь и весь концерт босиком. Сохраняя африканскую традицию, близость к земле, в данном случае землю и сцену заменяет деревянный круг. Есть такое ощущение, что ты находишься ближе к земле и ты как-то с ней связан. И хотя из 82 артистов хора в проекте чуть больше 20, они настолько вошли во вкус, что не мыслят себя без чёрного. Много синкоп, много подъездов к нотам, мало классического вокала. Соединить голос и движение сходу не очень-то получалось. Зато сейчас есть чем гордиться даже родную классику. Они теперь поют по-другому. После чёрного артисты заряжаются энергией на несколько месяцев. Сожалея только об одном спектакле, редко идёт в репертуаре, а зрители не всегда могут попасть на него. В фойе вмещает не больше сотни человек. Елена Ворошилова, Сергей Харламов.